Между тем в сети начинает появляться информация, что из-за аварии на руднике нанесен ущерб окружающей среде. Так ли это на самом деле, постарался выяснить Роман Савинов. Метегера-Черский водный горизонт. Вот что стало причиной обрушения воды из карьера МИР в шахту. С 4 августа в Мирном объявлен режим ЧС и по сей день остается неизвестной судьба восьмерых горняков, которые в результате аварийной остановки рудника не вышли на поверхность. Также сегодня во всемирной паутине гуляет информация о том, что в результате аварии на руднике нанесен ущерб окружающей среде. Но эту информацию Валроса категорически опровергают. Сброс тех минерализованных сточных вод, которые выходят из Метегера-Черского водоносного горизонта, водные поверхностные объекты, либо на рельеф местности он не осуществляется. Точно так же не осуществляется подъем водогрязи каменной смеси непосредственно самой шахты на поверхность. Нирнинский комитет охраны природы строго следит за состоянием окружающей среды. Периодически берутся пробы воды на водонакопителе Тымтайдах, а именно туда откачивается вода из мира. На лаборатории РИАЦЭМ здесь же в Мирном проводятся все необходимые анализы. Накопители минерализованных вод, вот рудника Мир, вот мы тоже на устье речки Тымтайдах брали пробы, но там изменений нету. В данное время никаких выбросов на окружающую среду нету. В Тымтайдахе вода насосами закачивается под землю. То есть та вода, которая поступала в карьер с Митигиро-Черского водного горизонта, возвращается в свою естественную среду. Именно здесь представлена скважина, ну одна из трех скважин, которая закачивает уже непосредственно Митигиро-Черский водоносный горизонт воду из накопителя. Насосами как раз вода оттуда подается сюда. Расход, дебет который мы поддерживаем, порядка 1200 метров кубических в час. Для защиты рудника от воды смонтированы три промышленных высокопроизводительных насоса. Насосные системы необходимы для минимализации риска поисковых площадок. Роман Савинов, Эдуард Васильев, НВК САХ, Мирный.